Всем привет ребят! Вчера прошла первая часть ивента Siege the Day, в котором принимали участие игроки и гильдии из Северной Америки. Они пошли на аренке, потом в Open World, а затем перешли на масштабную осаду. Но для нас это не самое интересное. Самое интересное это то, что АГС пригласили к себе игрока-стримера под никнеймом Canon XO, который взял интервью у главного менеджера по работе АГС и NCSoft. То есть это тот человек, который напрямую связывается из АГС именно с NCSoft. Он задал довольно много крутых вопросов, которые не просто там, скажем, вопросы для галочки, а действительно те вопросы, которые интересуют комьюнити. Так что приятного просмотра! Но перед началом, как всегда, хочу напомнить вам о VPN-сервисе LogoFast. Другие VPN-сервисы сейчас подсдают позиции, кто-то говорит о том, что они не будут поддерживать глобальную версию Tron & Liberty на момент ее выхода. У других просто отвалилась оплата, а с LogoFast все надежно, стабильно и со временем только лучше, лучше и лучше. Потому что вчера менеджер LogoFast написал мне о том, что теперь они будут раздавать турецкие Steam-аккаунты тем, кто купит подписку на их сервис. Кроме этого, мы все еще помним, что до 5 октября у них действует акция, в ходе которой, если вы подпишетесь на LogoFast, то у вас есть вероятность того, что вы выиграете паки раннего доступа из Tron & Liberty, либо выиграете дополнительную подписку на их сервис. Ссылка с подробностями в описании под роликом. Итак, как я уже и сказал, Кеннон, в принципе, задал довольно много крутых вопросов, но начал он с такой, скажем так, разминки. Во-первых, попросил этого человека-менеджера представиться и поинтересовался у него, играет ли он, в принципе, в TL. Тот сказал, что да, естественно, этой команде кажется, что для того, чтобы нормально издавать игру, им надо в нее играть. Сам лично он выкачал что-то 50 персонажей во время прокачки, и сам он играет как на европейских, на их внутренних тестовых серверах, так и на глобальном сервере он, в принципе, как обычный игрок играет. А следующий вопрос был про Pay2Win, про бизнес-модель, как на Корее, так и на глобале. И вот этот менеджер ответил, что он считает Tron & Liberty самой менее Pay2Win фри-то-плей игрой, которая есть на рынке. Потому что весь прогресс, как PvE, так и PvP прогресс, доступен без покупки извне. Игроки не покупают рандом, игроки в любом шопе, все покупки, которые они делают, это точные покупки. Они знают, что они покупают, не какие-то скам-ящики. А также, что евро-версия игры будет гораздо-гораздо более щедрая, чем это, например, было на Корее. Это касается и всяких различных ивентов, и всяких промокодиков, и, в принципе, прокачки и получения квипа. Следующий, ну, действительно насущный вопрос, касался ботов и макросов. Ну, в общем-то, всех вот этих софтеров, которые стоят на полу-АФК, а сами отходят от компа. За ботов сказали точно, что у разработчиков за три проекта, которые были уже у АГС, у них появились системы для того, чтобы детектить ботов. Но, что более важно, они будут не только детектить именно самих ботов, сам софт, а как-то проверять их на аукционе. То есть, будет, скажем так, двойная защита, и они собираются ввести какую-то систему доверия. То есть, будут игроки, которые с доверием, они там будут торговать лучше, и будут игроки, у которых доверия меньше, ну, якобы вот те, кто подозревается в том, что они боты. Ну, а кроме этого, сказал, что по поводу макросов, по поводу всего вот этого полу-АФК софта, сказал, что они считают, что если ты играешь, когда ты находишься непосредственно за компом. Если ты за компом, то ты не нарушаешь, если ты ушел, то все. Так что, ну, можно сказать, что все эти макросы, они как бы запрещены. Далее был задан вопрос по поводу сроков. Сроков выхода новых обновлений, сроков выхода ивентов, сроков выхода экипировки. Сказали, что Т2 данжи будут выходить без Т2 экипи, по этому поводу, в общем-то, сроков нам еще не дали. Сказали, по поводу первых осад, они выйдут в середине ноября, то есть, через 6-7 недель после релиза игры. То есть, даже не пройдет и двух месяцев, а на корее, если я не ошибаюсь, прошло 3 месяца. А Т2 и Таландры, скорее всего, будут где-то в позднем первом квартале. Не сказали, что это за первый квартал, то есть, это, наверное, первый квартал другого, следующего года, 2025-го. В таком случае, до этого контента нам предстоит еще, ого-го-го-го, сколько играть. Кроме этого, сделали небольшое уточнение по поводу рун и трейд резонансов. Сказали, что ни одной, ни другой системы не будет на выходе игры. Но они будут отслеживать метрики, различные метрики игроков и уже, исходя из них, будут смотреть, когда эти системы вводить в игру. Но, тем не менее, например, такие механики, как мутации или ключи, ну, усложненные версии инстов, они не отказываются от них. Вполне вероятно, что они просто вместо рун впихнут в них какую-то другую награду. Далее немного сказали по поводу мерджа серваков. Изначально в корейской версии уже все были готовы к тому, что будут мерджи. Все это прекрасно знали и все это было заявлено. Этот же вопрос задали и здесь. Будут ли мерджи на глобальной версии? На что вот этот менеджер сказал, что, естественно, мерджи будут, они к этому готовы. Но говорить о точных сроках они не могут. То есть спекулировать сроками, исходя просто из времени, это немного неправильно. Нужно смотреть на, в принципе, развитие игры, на то, сколько игроков будет играть, на их активность, на то, как они развиваются в плане экипировки, на альянсы, которые образуются на серваках, на болото и так далее. Ну и раз уж мы заговорили обо всех этих гильдиях, альянсах, союзах, то в очередной раз напомню вам о том, что на релизе я иду в гильдию Дзен. Ребята играли как на релизе корейской версии игры, так и на гипербуст серваках, которые были несколько месяцев назад. Так что вы точно можете быть уверены, что вы идете в гильдию, в которой есть опыт как просто в познании игры, так и в руководстве и собрании составов, массовых составов для вот таких вот мероприятий. Все ссылки будут в описании, заходите, переходите, там вас всего научат, все покажут. Было задано много вопросов по поводу выхода того или иного контента, который уже есть на корейской версии игры, и когда же он все-таки появится на глобальной версии. Но наконец-то задали вопрос по поводу того, а стоит ли ожидать, что в каком-нибудь ближайшем или далеком будущем глобальная версия игры будет отставать от корейской версии, ну условно там на неделю. В итоге менеджер сказал, что они не готовы ответить на этот вопрос, опять же потому, что у них нет никаких подобных сроков, когда все это будет, когда они все-таки догонят корейскую версию, дойдут до их контента. Ну они в общем-то сосредоточены на релизе. Но тем не менее, они сказали, что различные ивенты внутриигровые, как например хэллоуинский ивент, будут проходить одновременно и в глобальной, и в корейской версии игры. И уже в конце октября нас будет ожидать хэллоуинский ивент, в общем-то, как я и предсказывал в прошлом ролике. А кроме этого, в декабре будет еще один ивент, но мы все прекрасно понимаем, что это новогодний ивент. В принципе, в прошлом ролике я о нем тоже говорил. Также, раз уж пошла речь про ивенты, ну немного не про те, а все-таки про ивенты на карте внутриигровые, которые там боссы, бунстоны, рифстоны, сказали, что если на Корее различные ивенты проходили в 10-11 часов по корейскому времени, соответственно, вечером довольно поздно, то на глобальной версии они решили перенести их немножко пораньше. По поводу дать точное время они сказали, что мы не дадим, но перед релизом игры, скорее всего, вот как раз-таки, если сегодня уже 25-е число, то сегодня-завтра должны выпустить новость по поводу тайминга как раз-таки этих ивентов. Ну и в конце, таким эдаким можно сказать, что бонусом спросили, а будет ли прислушиваться NCSoft не только к корейским игрокам, а к игрокам, которые вот с глобальной версией. И менеджер по работе с NCSoft сказал, что они, в принципе, уже прислушиваются. Множество фидбэка, который был с ОБТ глобальной версии, он уже реализован в Tron & Liberty, так или иначе. На мой взгляд, интервью вышло довольно-таки интересным и, что самое главное, полезным, потому что на многие вопросы, которые интересуют нас прежде всего как игроков, а не каких-нибудь там аналитиков, стримеров, ютуберов, ну мы на них вопросы все-таки получили. Не забудьте написать, что вы думаете по этому поводу, возможно, у вас остались какие-то вопросы, ответы на которые вы не получили, а вдруг кто-то ответ на этот вопрос все-таки знает. Также, если вы спустились вниз, то не забудьте про лайки и подписки. Всем спасибо, пока.